не садимся не садимся сразу стоим время не теряем быстро, быстро, быстро последнее время заходим дверь, дверь потом еще отмолимся Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя слава Тебе, Боже благодарим Тебя за все Отец Святой Духом Господи Иисусе Христе Сыне Божий благослови наши занятия кто помнит последнее место писания, которое мы с вами учили быстренько поднимаем руку, отвечаем кто помнит последнее место писания Христос помнит за грехи наши по писанию и погребен был и воскрес третий день по писанию первая первая коринфина 15-3 так кто еще может повторить коринфина могу говори Христос умер за грехи наши по писанию и погребен был и воскрес третий день по писанию первая коринфина 15-3 хорошо, еще какие места писания и быстренько вспоминаем кто что за титат кто еще помнит кто-нибудь места писания какие-нибудь знает или никто ничего не знает у нас как хорошо и как пятую тратим вместе Псалом 132 получите все, познание закончилось мы с вами начали проходить ветхий завет мы прошли творение Божие как Бог творил небо и землю как Он сотворил человека и сегодня мы будем читать первый грех из знаний Адам и его жена жили в прекрасном саду который назывался раем в раю росло много деревьев со вкусными плодами множество животных ходило вокруг и четыре больших реки текли по этому саду Адам и его жена были очень счастливы в раю Бог разрешил им есть плоды со всех деревьев кроме одного дерева которое росло в самом центре сада как вы думаете для чего Бог посадил вот это дерево? чтобы чтобы Он научил их чтобы они слушались еще какие мысли есть по этому поводу? так чтобы чтобы потерял что чтобы они съели этот плод дерево познания добра и зла для чего вы что чтобы появились люди Пока не продумала, ты руку не поднимай, чтобы люди могли показать свою любовь к Богу, да, на чем-то он дал им свободную волю, ты можешь слушаться, можешь не слушаться, чтобы Бог нас сотворил свободными людьми, не роботами, Бог мог сотворить нас всех, чтобы мы все строим ходили, все слушались, все делали как надо, никогда не грешили, Он дал нам вот эту страшную свободу, и эта свобода нас может привести в рай, может привести в ад, изначально Бог дал эту свободу выбора человеку, и человек, к сожалению, выбрал не то, что нужно, Вот он их предупредил, если вы съедите хоть один плод с этого дерева, вы умрете, хоть еще Адам с Евой не знали, что такое смерть, но понимали, наверное, что это что-то плохое, может быть, Бог объяснил им, что они перестали существовать на этой земле, как люди И поэтому Адам и его жена никогда не подходили даже к этому дереву Но однажды, когда жена Адама гуляла одна, она услышала вдруг чей-то голос Сначала она решила, что это Адам ее зовет, но голос не был похож на голос Адама Может быть, ее зовет Бог? Нет, это не голос Бога Она внимательно посмотрела вокруг себя и увидела рядом с собой змея Ну, вы понимаете, что это приближенный текст, конечно, для детишек Это не чистый текст писания, а пересказ, чтобы детям было понятно и интересно Потому что голое писание ребенку еще тяжело воспринимать, ему надо толковать, чтобы ему объясняли А мама не всегда читает рядышком, потому что ребенок читал, ему было интересно Ева раньше уже встречала в раю это хитрое животное, но никогда еще не говорила с ним Интересно, что общались Адам и Ева Ведь она же не испугалась, что змей заговорил, значит, как-то они понимали Я уж не думал, что голос у них был у животных Как-то может быть, я не знаю, как они понимали животных Но написано, что понимали Как-то он заговорил с ним И он начал говорить ей Говорил ли вам Бог, что не со всех деревьев можно есть плоды? Спросил змей Какой странный вопрос, ответила жена Адама Мы можем есть плоды со всех деревьев, кроме одного Бог запретил нам есть плоды с дерева, которое растет в центре сада Иначе мы умрем Бог вовсе нет, рассмеялся змей Вы не умрете, если вы съедите плоды с этого дерева Наоборот, вы сами станете, как Бог Вы будете знать так же много, как и Он Сейчас упрощенно люди понимают Сказал спросение, совсем не такой смысл-то Любой человек скажет, что не поэтому она съела Вожделенно знание было, как ей Не потому, что он не стал какой-то вкусный, красивый Нет, а вы станете, как Бог Это грех гордыни, вот такое же превозношение, величие, власть Вот это вот все, слава И сразу забылась любовь к отцу, что Бог как отец, что он заботился, что он приходил, общался Она станет такой же, как Бог Когда сатана к Христу подступил в пустыне после крещения 40 дней Он постился тоже с этим же вопросом Поклонись мне, я все тебе дам У тебя все это будет Будешь великий Он все время с этим вопросом подступает Совсем растерялась жена Адама, услышав эти слова Как, неужели они с Адамом не умрут, если они съедят плоды запрещенного дерева А наоборот будут, как Бог, все знать и уметь О, это было бы так прекрасно Жена Адама подошла к этому дереву и увидела, как красивые его плоды И не утерпев, сорвала один плод и съела его Плод был такой вкусный, что она сорвала еще один и уговорила Адама попробовать Какой чудесный вкус у плодов запрещенного дерева Адам знал, что ему нельзя есть плоды с этого дерева Но ему так захотелось их попробовать, что он взял плод из рук жены и съел его Через нас, грешных женщин, пошла вот эта смерть у нее Соблазн Сначала змей подошел с соблазном, потом ела так же Мужа своего соблазняет, и он не устоял И что же, стали они умнее, стали они счастливее Нет Съев запретный плод, Адама и его жена увидели, что они ноги и испугались Вот все знания, которые они получили Что они стали голые Все Не стали они ни как Бог, ни мудрыми А только увидели, что срамота у них Пока не было греха, они не видели были, как чистые зверушки Он бегает, им нисколько не волнует Голые они одетые, потому что греха нет А теперь согрешили и увидели, что они голые А теперь все одеты Быстро нарвали они больших листьев с дерева, чтобы прикрыть свое тело И спрятались, там написано в Библии, что они спрятались И вдруг они услышали голос Божий, который звал их Они спрятались между деревьями, но все равно Бог увидел их Где ты, спросил Бог Адама А для чего Бог спрашивает? Разве он не знает тебя, Адама? Для чего Бог спрашивал Адама? Кто знает? Проверить тебе доверие? М? Проверить тебе доверие, то что То, что если человек Нечего скрывать, то он и прятаться не будет Он, Бог дает ему шанс покаяться Если бы Адам покаялся вот в этот момент Я думаю, Бог бы его из рая не выгнал Вот этот важный момент покаяния Мы же приходим на Испыну Каемся и Бог нас прощает Мы умываемся кровью Христа Причащаемся Бог нас прощает Вот и Адам ответил Услышав голос твой, я испугался И спрятался, потому что я наг Кто же сказал тебе, что ты наг Не ел ли ты плодов с дерева Которого я запретил тебе есть Адам очень испугался И сказал Жена, которую ты мне дал Дала мне плод И я съел его Как маленькие детишки, да? А это не я Это Вася первый меня толкнул А я только сдачу дал ему Это не я Вот И все, пошло и поехало А дальше что? А дальше Бог Еве дает шанс Он не только Адаму дал Еве тоже он дает шанс Он спрашивает ее Что ты? Тогда Бог спросил жену Адама Что ты сделала? А та ответила Что это змея уговорила ее съесть плоды? Тоже она прощение-то не просит у Бога А это змей Ты же змея сотворила Он подполз ко мне А что с него спрашивается Змея? Сатана когда Я не знаю Сам в змеи Или он вошел Сатана в змея Вошел Змеи же есть До сих пор ползают Просто такое животное Из всех выбрал Самое мерзкое И вошел в него Которое подходящее Для него было Бог очень рассердился на змея Он не наказал его Придь змея будет ползать все время по земле И питаться пылью Вот раз такое говорится Что он будет ползать Значит до этого Скорее всего у него Может быть лапы были Да? Вот в детских библиях рисуют Что он с лапами Варанов видели? Такие драконы называются Пустыни Небольшие ящеры Вараны ходят на лапах Типа крокодилов Такие Похожие А для Адама и его жены Бог сделал одежды Из звериных шкур И выгнал их из рая Бог не хотел Чтобы они съели плоды Из дерева жизни И стали бессмертными Навсегда запретил Бог возвращаться В рай Адаму и его жене Теперь Адам работает в поле Он должен много работать Чтобы прокормить себя И свою жену Жену он свою назвал Евой И она стала матерью Всех людей на земле Все изменилось на земле После того Как Адам и его жена Совершили первый грех Звери перестали жить дружно Друг с другом Львы стали убивать Овец, волки и гнят Даже Адам и Ева Стали бояться зверей Но Бог не переставал Любить людей Он обещал им Что через много-много лет Он пошлет к ним на землю Своего Сына Иисуса Христа Который возьмет на себя Все человеческие грехи Он станет спасителем людей И все, кто будет любить Иисуса После своей смерти Смогут попасть на небо Чтобы всегда быть Вместе с Господом Так, вопросы какие-то Есть у нас сегодня? Кто-то что-то не понял Что-то надо объяснить Дополнить Я, Владимир, все поняла Слава Богу Я спросила, кто не понял А кто понял? Кто знает 30-го числа Октября Какой был день у нас в стране Новый праздник Не праздник, а день памяти 30-го октября был День памяти Жертв репрессий в нашей стране Мы разбирали Да? Ну, молодой учитель ваш пришел Мы прошли Изгнание Дома Гео Израиля Ой, как много вас сегодня Как здорово Изгнание 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 Я тут Так, а кто у вас на хозяйстве? Геня Инафа осталась, да? Я, знаете, что с вами подумала Позаниматься Здесь уже вы все равно Уже практически все школьники Ведь Елена с вами по библии занимается Вот дальше проходит Так, а я хотела с вами позаниматься Вот такую книгу, знаете? А, а, кистиному православию Кистиному православию Вот когда Вот мы все взрослые уверовали Мы все читали эти материалы Которые потом Они были, может быть, видели на маленьких газеточках Желтеньких таких Ну, вот как газеточка, свернутая там несколько раз И мы все читали вот эти материалы Чтобы как бы ознакомиться со своей верой, церковью Я вот смотрю, вот взрослые уже у нас дети подрастают И они не в курсе таких самых главных основных моментов И решила с вами хотя бы кратко пройти основные пункты А них потом, знаете, тех, на чексе Собрал в одну книгу Называется «Кистинный православие» Тут очень много Тут содержание очень большое Тут и фотографии вошли Разные письма Он ответы писал Но в самом начале Вот такие пункты Я вам просто некоторые перечислю Где на основе Слова Божия Он выбрал по конкретной теме Например, тема молитва Тема покаяния О церковной дисциплине Истинное крещение О исповеди О священстве О церкви О посте Вот многие говорят А пост, а что? Ну зачем? Вот зачем пост? Богу разве нужен этот пост? Или пост? И говорят, пост это диета Там или еще что-то Вот все, все, что о посте есть Кто в Библии мы читаем постился? Зачем? У святых отцов объяснение Все это собрано в одном сжатом Конкретном материале О посте И так далее, и так далее Вот я сегодня с вами Так вот полистала С чего? Вот, например, о милостыне Мы уже с вами, помните, разбирали Тему милостыню Но не по этой книге А просто разбирали Как важно милостыню подавать С разумением Кому подавать Кому не подавать Как и что Зачем милостыня Так вот здесь мы потом тоже разберем Что в Библии говорится о милостыне Зачем и для чего она Вот сегодня я хотела с вами Сколько вот сейчас успеем Там сейчас уже один час прочитали Копроповедь Называется Спаси Господи От лжи Лера, сядь ровно От лжи Все знаете, что лгать нельзя, да? Почему? Вот мне еще Там мирские сразу говорили Ну как же? Есть же некоторые ситуации Когда вот прям надо сказать неправду Ну нельзя же все время говорить правду Люди даже не понимают Что можно жить И все время говорить только правду И не лгать Есть же такое понятие Ложь во спасение Там или еще что-то, да? У христианина какое есть право Если он Ну не может сказать правду Как говорят Вот правду скажешь Это убьет человека Или еще что-то там Какой есть выход из этого? Нестор Как считаешь? Ну вот не может человек сказать правду Вот что-то вот у него вот Не дает ему Что он должен? Сказать неправду Или сказать правду? Так Я думаю, он должен все равно сказать правду Так Либо он должен сказать правду Либо Не всю правду Не всю правду Так Вариант Еще И Помолчать И вот об этом здесь тоже говорится Христианину можно или не ответить Отвечать Молчать Подражая своему учителю Иисусу Христу И в каком месте мы это читаем? И опять вошел в приторию И сказал Иисусу Откуда ты? Но Иисус не дал ему ответа Иоанна 19,9 Не дал ему ответа Промолчал Вот отсюда мы и берем этот пример Немножко хотел сказать что-то Ребятишки сегодня здесь Да Акеллины нету только Вы все знаете что такое интернет? Да Интернет это международное все Интернационал Аннет это сеть Вот сеть забрасывает И тянут к берегу И рыба мне Хорошая и плохая Так и эта сеть Изобретение Очень большое Захватившая весь мир буквально Там все можно найти Я ищу редкую книгу Нигде не могу ее найти Он-то разошел Сразу нашел Он вредный для глаз Болга нельзя смотреть А мне приходится смотреть Я попрошу чтобы дети Помолились об этом Чтобы мне глаза Бог сохранил Вот эти книги написать Я провел за интернетом 30 тысяч часов Тысяч Каждый день 14 часов 16 По сегодняшний день так Хару Вот утром я 3 часа 20 минут ночи Я уже сажусь И вечером только к 9 заканчиваю И вот хотел детям сказать Как только заболели Температура или что-то Не глотайте никакие лекарства Мне 78 лет Вот представьте Я тут мужчина Самый старый Я не знаю И женщин старше меня Кто есть и нет Я ни одной таблетки За всю жизнь не съел И все смотрят И вы болеете Нет я не болею То есть где-то Что-то кость болит Там ударил руку Это не болезнь Это отбирание А как Довериться надо Богу И жить И питаться А сейчас считали проб Не переедай За 2 часа до сна После этого уже не ешь Старайся не пить 2 часа до сна Во сколько ложишься Посмотри Родители должны наблюдать за этим Чтобы пищу успела пройти Ну это профессор Витебский доказал Из Кургана Лещат Активно лещат И не один год От разной болезни На человек умер Оказалось болезнь совсем не та Мне звонят муж и говорит Лещи или лещи Лещи или что-то сейчас умерла Говорит Болезнь вскрыли Совершенно не та болезнь Даже сегодня при таких средствах Патологоанатома работает И что Что убого Перед ним И заболел Не считай что заболел Не лезьте к врачам Не лезьте Все говорят Вот это Репродуктивный возраст Или до него еще где-то уколы И все Бесплодие Дальше Разные-разные могут делать прививки Вот у нас в семье Никто ни одной прививки не принимал Мы не Прятались По канавам прятались Канава это Ров такой Чтобы нас не нашли И врачи уезжали Деревненные езжали Нынче приезжали опять У нас Серафима Гавриловна Ей 92 года И она тоже по шаг проверится Еще глаз что-то Левый плохо видит Ну Ясно дело На тракторе работала много лет Бойтесь Потерять здоровье Самое дорогое Для человека Который живет на земле Это спасение души А здоровье на втором месте Иногда только все кипяченое На 10 раз промывают продукты Мы никогда этого не делали Человек должен жить в природе Ягодку сорвалось Что бежать домой надо Кипятить ее Время от времени Советуют Пейте воду Некипяченую Время от времени Мы проехали От Владивостока На карте посмотрите До Лиссабона Все европейские государства И пили каждый день Воду только сырую И нигде не заболел Почему у нас Святая вода была Сегодня говорят Это энергетика Убивает все микробы Я этих слов не знаю Я делаю это с верой Каждое утро Утром Часть проспорки И святая вода Мы имеем благословение Девочки Приучите Чтобы всегда были в платках Даже дома старайтесь Лишний раз Не быть Везде Во всем мире Все раздеты Без головного убора Всякие платья носят Все Без головного убора Сто процентов Как только до мусульман Даши Сто процентов одеты Нам пример Оставляют Господь допустил Мусульманцев Чтобы мы увидели Как они заботятся Сто процентная Сохраненность До добращих связей А сегодня в 14 лет Они уже неизвестны Какие есть где Почему Не слушали Бога Все ищут Какое-то лекарство Покупают Завалили лекарствами Ничего нет Нам приезжали Спиной мозг Признания рака Я сказал девочке Выбрось Все таблетки И она уехала Уже в футбол играла Хранили ее От жары Она не попадала В тенечки А потом она уже На это не смотрела Правильно питайтесь Соблюдайте православные посты Не переедайте Мало ящ Мало пий Здраво будешь И вот как говорили Святые отцы И на все влияет Ваше настроение Тебя чуть сказали Обиделась Маленькая Лежу в кусты Уже пошла Я вижу Мама не знает Что с ней делать А вырастает А теперь С таким характером Ты никому не нужна Это уже почти на 100% Разведенка будешь Останешься без мужа Сказали Благодарю Господи Успевайте Успевайте обдумать Лишнее не говорите Особенно девочке Доущица Безмолвия И они приучили Она молчит Два миллиарда Гусульман Ни одна Не противоречит Мужу Ни слова Как приучили их Вот это имейте Это от здоровья Когда ты не волнуешься Днем никого не обидел Ложай спать Попросите прощения И с Богом Все Потому что Это самое великое сокровище Что у нас Бог дал Иоанна 19.9 Еще раз повторю Но Иисус не дал ему ответа То есть если он не хотел отвечать Он не дал ему ответа То есть можно Христианину что Промолчать Когда его спрашивают Да Есть такое право Ну так сказать Я не буду отвечать Все На этот вопрос Вот И никакой Там говорят Ложь во спасение Хорошая ложь Или еще что-то Это все От кого Вся ложь От дьявола Об этом здесь тоже есть По евангельскому закону Человеку дано говорить Только правду Поэтому Всякая неправда Есть грех 1 Иоанна 5.17 А возмездие за грех Смерть Римлянам 6.23 То есть сказали неправду Даже маленькую неправду Что это? Грех А за грех что? Смерть 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 Вечная гибель От лица Божия В гиенском огне Вместе с дьяволом Где не будет конца мучения Во веки веков Всякая ложь Происходит от дьявола Христос дает эталон Ответа на вопрос Почему люди Не верят Библии То есть не верят Самому Христу А верят Басням мирским Церковным Разным слухам Предрассудкам И цитата из Библии Почему вы не понимаете Речи моей Потому что не можете Слышать слова моего Ваш отец дьявол И вы хотите Исполнять похоти Отца вашего Он был человекоубийцей От начала И не устоял в истине Ибо нет в нем Истины Истины Когда говорит он ложь Говорит свое Ибо он лжец И отец лжи А я истину говорю То не верите мне Иоанна 8, 43, 45 Дьявол По-гречески переводится Как клеветник Не грешник Не блудник Не вор А именно клеветник То есть врунт Христианину можно Не отвечать Молчать Это вот мы сейчас С вами уже почитали Никогда не желай Говорить Какую бы то ни была Ложь Ложь вошла в мир Через женщину Как это понимать Почему говорят Через женщину Почему ложь вошла Через женщину Потому что Ева Значит первая Правильно Ева первая Через Еву Вошел грех Да Неправда Причиняет смерть Премудрость 1, 15 Остерегайся Всякой неправды Сирахов 17, 12 Здесь вот Еще где-то я прочитала Уже там запели Сейчас пойдем У Сирахов есть Там есть такое Что Вор Вор Что лучше даже быть Вором Чем лжецом Но написано Что все равно Оба погибнут Да Оба погибнут Не значит Что вора Бог простит А лжеца не простит Нет И того И того И другого Лучше вор Нежели постоянно Говорящий ложь Представляете Человек Постоянно Врет Но Говорит Оба Наследует погибель Сирахов 20 24 То есть Насколько это страшно Говорить ложь Человек привыкает К этой лжи И Когда он уже Начинает Говорить правду Ему уже Никто не верит Этому человеку Никто не доверяет Если даже Хотя бы раз А если Несколько раз Человек был пойман На лжи В следующий раз Он будет говорить Правду Там Да правда Приправда И уже Будет ему Вот стопроцентное Доверие Этому человеку Если он попался На вранье На лжи Не будет Будем избегать Лжи Чтобы избавиться От участи лукавого И постараемся Усвоить себе истину Чтобы иметь Единение С Богом С Богом Сказавшим Я есть Путь И истина Иоанна 14 6 Запомнили Дома У вас у всех Есть эта книга Если хотите Дочитайте до конца Там выписки Из Святых Отцов Проповеди Святых Отцов На тему лжи Все Игнатин Переработал Много материала И в эту Небольшую главу Поместил Дома Дочитайте Пойдемте Все молиться Все последние Выходят Свет Отключаем Звучит 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 Господь На небесе Готова Престол Свой И Царство Его Семь Обладает Благословите Господа Все Ангели Его Семьи Крепостью Творящее Слово Его Пусть Семьи 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 Духу Имени Присны Во веки Веков Аминь Благослови Душа Моя Господа И Всевнутренне Моя Имя Святого Его Благослови Господи Господи Иисусе Христе Сыне Божий Помил Нас Аминь Слава Цесину И Святому Духу Хвари Душа Моя Господа Вас Хвари Господа Животе Моем Пою Богу Моему Дон Деже Есть Не Наде И Тесенок Нас Семь Человечески Внижение Спасения Из И Дух Его И Возвратиться В землю Свою В той День Погибнулся Помышление Его Блажен Ему Живот Как и Помощник Его Упование Его На Господа Бога Своего Сотвор Шиво Небо И Землю Морь Все Я Жив Небо Роня Щит Истин Убер Творящего Сотопетимым Дающего Печу Алчущим Господь Решит Акованные Господь Умудряет Цветцы Господь Возводит Низверженные Господь Любит Праведники Господь Хранит Пришельцы Сиры Тову Привид И Путь Лешных Погубит Вот Цари Господь Господь Вовек Бог Твой Се Он Род И Род Ты Ныне Бесной Вовеки Веков Аминь Единородный Сын Слове Божий Бессмертенцы Изволивай Спасение Нашего Ради Воплотитесь Святые Богородицы Преснадивы Марии Непреложного Человечивайся Расплывайся же Христе Божий Смертью Смерть Поправы Единцы Святые Троицы Прославляемый Отцу и Святому Духу Спаси Нас Спаси Нас Господи Иисусе Христе Сыне Божий Помилуй Нас Божий От Своей Твоей Помяни Нас Господи Единка Привидевший Отца Божий Твоей Божий Нече Духа Яко Техи Царство Небесное Божий Неплачущий Яко Ти Утешатся Божий Некроц Яко Ти Нас Нес Нес Яко Духа Нес Божий Яко ПЕСНЯ 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 ПЕСНЯ